Хадича Камалеева живет в селе Красная Горка. В годы войны она была еще ребенком. Но после военных годов ее памяти запомнились очень хорошо. В восстановлении страны принимали участие все, вспоминает женщина. Сначала она работала на спичечном заводе, после более 30 лет проработала на фабрике. А в выходные дни трудилась в колхозе. Трудно когда было, но молодые были. На ногах лапта. И то денег есть в магазинах-то не было. Но потом получше уж пошло. Лошадь стали носить. Из Мамадышского района на фронт ушло более 16 тысяч человек. Из них не вернулось 8893. Они навеки сложили головы на полях сражений. Сегодня в районе в живых осталось всего лишь три участника Великой Отечественной войны. И два приравненных к ним. Благодарны нашим ветеранам, детям войны, за то, что подарили нам мир. На сегодняшний день мы работаем, трудимся, учимся в мирное время. К сожалению, в Красногорском сельском поселении ни одного ветерана-участника Великой Отечественной войны в живых уже нет. Но герои на торжестве все равно были. Гостем митинга, посвященного Дню Победы, стал солдат, вернувшийся из зоны спецоперации. Ну, всякие моменты бывают, да, нелегко. Адактивно после боевых действий нелегко освобождаться. Особые слова благодарности прозвучали в зале и в адрес женщин, чьи мужья и сыновья на сегодняшний день находятся в зоне проведения специальной военной операции. Сначала тяжело было, когда уехал. Это вроде позванивал нормально, но как ранение получил, тогда с этого момента все. Мы прям голову потеряли. В Красногорском сельском поселении проживают 10 кружеников тыла и 94 ребенка войны. Все они получают постоянную поддержку со стороны руководства населенного пункта и района. Гулина Гельмулина, Алмаз Камалеев и Лизан Ургалеева. Новости Татарстана.